Жители домов 127 и 108 по улице Реалбаза уже много лет живут с закрытыми окнами. Желание глотнуть свежего воздуха мигом улетучивается, стоит открыть форточку. Всему виной огромная куча мусора, расположившаяся между домами. До середины 90-х бараки находились в ведомстве хлебозавода, который и занимался вывозом мусора и откачкой из выгрыбных ям. Но после его банкротства они фактически остались без надзора. У нас не убираются ни помойки, нет у нас туалетов, у нас полная антисанитария. Ничего мы нигде не хотят взять ни на баланс, никому мы не нужны. Вот у нас уголок вот этот, забытый богом людьми. Раньше помои и бытовой мусор выливали в стороне от бараков, но недавно на том участке построили частный дом и территорию огородили забором. Под ним теперь и расположилась новая мусорка, которая послужила поводом для войны между соседями. Жители признаются, что им стыдно сорить возле домов, но другого выхода они не видят. И вообще дышать нечем, все в подъездах, вообще весь этот мусор, вся эта грязь. Немножко понесло, двери не закрыли, двери открываются. Вообще ужас тут, что творится. Прошу полностью администрацию, чтобы обратили на нас хоть какое-то, хоть малейшее внимание. Ну что так невозможно. Надышавшись зловонием и выслушав праведный гнев жильцов, мы поехали в администрацию Черновского района за разъяснением, почему дом до сих пор не принадлежит ни одной управляющей компании. Но там нас ждал сюрприз. Дома, многоквартирные дома по улице Илья-Албаза были переданы в прошлом, в 2014 году в муниципальную собственность. И комитетом ЖКХ был проведен конкурс по отбору управляющей компании. И данные дома в настоящее время находятся на обслуживании управляющей компании. Управляющей компанией РОЭК. Выходит, жильцы домов уже год находятся под опекой управляющей компании, но о существовании друг друга даже не подозревают. Мы попытались дозвониться до РОЭК, но отвечал нам лишь только автоответчик, сожалея, что никто не может взять трубку. Думаем, встреча жильцов с управляющей компанией все же состоится. ЗАП-ТВ будет следить за развитием ситуации. Артем Кондратьев, Евгений Погорелый, ЗАП-ТВ.